Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса об основности расходов на содержание здравпунктов. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Так вот, Минфин России указывает, что расходы на содержание здравпункта обоснованы в том случае, если необходимо проведение обязательных предварительных либо периодических осмотров в отношении работников, которые осуществляют свою деятельность на вредных либо тяжелых работах. В общем, казалось бы, что данное разъяснение ничего сложного в себе не содержит. Замечу, что, в общем, примерно схожие по содержанию разъяснения отдаются Минфинам в отношении обязательных медицинских осмотров работников. А именно, Минфин России указывает на то, что в том случае, если соответствующие осмотры, необходимость проведения соответствующих осмотров предусмотрена законодательством, то в этом случае расходы обоснованы. Замечу, что в данном случае существует общая проблема либо общий подход Минфина к обоснованию некоторых расходов. А именно, то, что Минфин во многих случаях связывает обоснованность тех или иных расходов с наличием законодательной нормы, которая бы принуждала, например, налогоплательщика нести соответствующие расходы. В том случае, если такой нормы нет, то Минфин может делать вывод, либо налоговые органы могут делать вывод о том, что соответствующие расходы не обоснованы. Иначе говоря, например, если налогоплательщик проводит за свой счет медицинский осмотр, но при этом в законодательстве на него такая обязанность не возложена, то налоговые органы вполне могут снять такие расходы. Но вместе с тем налогоплательщику следует иметь в виду, что не во всех случаях, когда обязанность по несению соответствующих расходов не предусмотрена законодательством, то не во всех случаях такие расходы должны признаваться необоснованными. В данном случае налогоплательщику следует руководствоваться общими положениями ст. 252 НКРФ и доказывать, что соответствующие расходы позволяют увеличивать, точнее, они связаны с получением доходов, либо позволяют увеличить получение доходов, либо минимизируют те, либо иные расходы. Таким образом, в целом указанное письмо может учитываться налогоплательщикам своей деятельности, ну и тот подход, о котором я сказал, также следует учитывать в своей деятельности. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...